4,5 миллиарда людей поражены паразитами, и определить наличие их в организме уже крайне сложно. А потом развивается депрессия, стресс, да, то есть банальная фраза, дайте мне что-то от глистов. Провести профилактику, пройти антипаразитарную программу. Они могут вызывать различные бронхиты, астмы, не уничтожить гельминтов, а создать им некомфортные условия. Добрый день, мои дорогие зрители. Итак, речь сегодня пойдет о параллельном мире внутри нас. Кто такой паразит? На самом деле, с древнегреческого это нахлебник. Это тот, кто живет за счет хозяина, и мы с вами можем быть как раз теми самыми хозяинами для многочисленной армии различных паразитов, которые есть и существуют в мире. Они не желают нам зла, потому что питаются за счет нас. Мы для них как планета Земля, но тем не менее наносят очень сильное воздействие. По статистике, около 4,5 миллиарда людей поражены паразитами. И эта статистика постоянно меняется в сторону увеличения. И ближе к реальности сказать, что ними поражены уже 90% людей. Проблемы не только в их количестве, а в том, что за годы своей эволюции они приспособились к нам. И определить наличие их в организме уже крайне сложно. Они свою белковую структуру подстраивают под структуру хозяина. И для того, чтобы не включился иммунитет, проживая внутри, эти товарищи очень сильно воздействуют. И это воздействие проявляется совершенно по-разному. Есть, например, гельминты из отряда кровососущих. Например, та же аскорида. То есть и она может травмировать стенки кишечника и активировать то или иное воспаление. Или тот же эхинококт. Это очень опасный паразит. Если он поселился в печени или в легких, вы будете чувствовать распирание. Нарушается функция органа, где он поселился. Еще эти товарищи живут в тканях. И повреждая ткани, приводят к различным скрытым воспалениям. В том числе они начинают стимулировать различные аллергические реакции. А мы зачастую не понимаем первопричину. Ходим по замкнутому кругу. Дерматолог, педиатр, терапевт, аллерголог. Но не всегда берется во внимание, что причиной той самой аллергической реакции может быть банальное присутствие астриц в кишечнике. Они могут проявляться на коже. Они могут поражать бронхи, нашу бронхолегочную систему. Они могут вызывать различные бронхиты, астму. Паразиты также очень сильно влияют на нашу микрофлору. Мы в свою очередь являемся планетой для большого количества микробиота. Она населяет наши слизистые, нашу кожу, наши органы, наши ткани. Общая масса микрофлоры где-то примерно 2-3 килограмма. Это именно та дружественная, которая участвует в выработке витаминов, минералов, гормонов, ферментов. И помогает в целом нашему организму ежедневно и поддерживает процессы жизнедеятельности. А паразиты влияют на нее непосредственно и приводят к нарушению ее очень многих функций. А потом развивается депрессия, стресс. Вообще стресс это состояние, которое нас преследует в современном мире в принципе ежедневно. Продукты жизнедеятельности паразитов блокируют нашу иммунную систему в том числе. И на протяжении эволюции и развития они научились уходить от воздействия нашей защитной системы. Вырабатывая специальные антиферменты так называемые. Они блокируют иммунную систему и человек может жить с паразитами десятилетиями, что и в конечном итоге приводит к серьезным сбоям в отдельном органе или в целом в нашем организме, в нашей всей системе. Как работают эти самые антиферменты? Например, мы с вами решили оздоровиться и начинаем активно принимать витамины, минералы. Что-то пропиваем, что-то комплексно пропиваем. Стараемся получить все строительные материалы для наших клеточек непосредственно, а внутри нас жители. Эти витамины не принесут пользу, так как огромное количество той самой полезной еды, которую мы пытаемся съесть, кушают паразиты. Еще и продукты жизнедеятельности паразитов, они очень серьезно воздействуют на центральную нервную систему. Они ее отравляют. И это может отразиться на психическом здоровье и состоянии как у взрослых, так и у деток. И любое заболевание, заболевание связанное с центральной нервной системой, с присутствием паразитов, может быть связана вот та же детская гиперактивность, например, да, плаксивость, заторможенность какая-то. То есть та же безобидная лямблия вырабатывает токсины, хоть и в небольшом количестве, но они идентичны психотропным веществам. И это может вызвать нарушение сна. Дальше. В ряде случаев это может стать причиной психологических проблем, нервных нарушений. У многих людей даже не возникает мысли, что это связано с паразитами. Еще как серьезная проблема, это, конечно, стимуляция новообразования. Любая паразитарная инвазия может спровоцировать новообразование как доброкачественное, так и, к сожалению, злокачественное. И это может случиться по двум причинам. Первая причина – это прямое воздействие на ткань органа, где поселился паразит. А вторая – через снижение функций иммунной системы. Отдел иммунитета, который отвечает за противопаразитарную защиту, он же отвечает за противоопухолевую. И если есть раковая клетка, а иммунная система наша ослаблена, она и вовремя ее не распознает, и клетки-защитники не уничтожают вот эту самую плохую клетку. Если вы планируете провести антипаразитарную программу, самая грубая, грубейшая ошибка – пойти в аптеку и попросить что-то от глистов. Да, то есть банальная фраза – дайте мне что-то от глистов. Такой эксперимент может впоследствии очень негативно сказаться, особенно на детках. Если на баночке надпись «принимать не более трех дней», значит препарат сильно воздействует, он токсичен, он убивает непрошенных гостей, но с ними оказывает негативное воздействие на органы и системы. И поэтому, когда вы задались целью провести профилактику, пройти антипаразитарную программу, обязательно подойдите к этому вопросу комплексно и грамотно. От этого зависит ваше здоровье, здоровье ваших деток, здоровье ваших близких. Антипаразитарная программа должна включать в себя продукты, которые способствуют выводу гельминтов. То есть она должна быть безопасной и одновременно поддержат и защитят органы и системы в период их агрессии. В том или ином случае они все равно будут бунтовать. Антипаразитарные программы нужно проходить два раза в год и период проведения не меньше месяца. Так как от момента личинки до половозрелой особи проходит 21 день. И еще нужно добавить недельку для того, чтобы не допустить развития новой партии этих существ. Есть комплексные и органические программы, которые включают в себя очень эффективные травы, специи, биологически активные добавки. Они безопасны и задача данных программ не уничтожить гельминтов, а создать им некомфортные условия, при которых они ослабнут и сами покинут места своей локации. Эти программы рекомендованы как взрослым, так и детям. Кстати, по деткам, у меня их много, я точно знаю, насколько сложно проходить с детьми антипаразитарные программы. Пишите в комментариях, кому нужна помощь. Я обязательно помогу сделать программу для ребеночка более легкой и, конечно, эффективной. Ниже под этим видео, кстати, я еще разместила, подготовила тест. Пройдите его, ответьте на вопросы, и вы сможете определить симптомы, показывающие, превышена ли у вас паразитарная флора или она в норме. На этом у меня все. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!